Привет, друзья! Думаю, многие из тех, кто наблюдают за профессиональными и хайп это с играми, заметили, что в последнее время многие игроки на разных коров начали брать кристаллис с чуть ли не первым слотом. На это смотреть довольно странно, ведь кристаллис, как, впрочем, и Daedalus, всегда считались спорными предметами. Только на совсем низких рейтингах всякие любители поупарываться в урон на любом герое брали кристаллис, ну и как бы жёстко критовали. Сейчас же внезапно это начали делать профессионалы, и думаю, у многих стали возникать вопросы, а почему и зачем так? Вот сегодня мы с вами и проведём исследование на эту тему. Посравниваем ДПС кристаллиса против молнии, изолятора и других предметов, и в конечном итоге поймём, в чём же секрет кристаллиса, и когда, и на каких героев его стоит делать. Можете, кстати, написать в комментариях, на каких героях вы, будучи новичком, сами брали кристаллис. Лично мне вот нравилась Энигма с Ашияшей и Критами, ну, да впрочем, неважно. А перед тем, как мы начнём, небольшая рекламная пауза. Прошёл примерно месяц с тех пор, как я пользуюсь мишкой Pulsefire Raid от HyperX, и после этого месяца я могу смело порекомендовать её вам. Эта мышь была создана как раз для игры в MOBA и Battle Royale игры. Она суперлёгкая, имеет целых 11 кнопок, под которые, кстати, как раз удобно настраивать новый слот Тоти. Pulsefire Raid, как и большинство мышек от HyperX, поддерживает 16000 DPI, да и вообще оснащена сенсором премиум-класса, так что за надёжность можете не переживать. Помимо всего этого, вы можете настраивать макросы на мышке и, очевидно, менять цветовую гамму на свой вкус. В общем, для тех, кто ищет удобную и надёжную мышь, Pulsefire Raid может легко стать хорошим решением. Ссылка на неё будет в описании. Давайте начнём. В первую очередь поговорим о том, как вообще большинство героев формируют свои начальные айтемы. Возьмём, скажем, Джаггернаута. На первые деньги на лане вы всегда покупаете пару врезбендов и стики, чтобы каисить. В случае с Джаггером это может быть ботинок раньше врезбендов, но да не суть. Без этих айтемов у вас не будет начального урона и хп, и вы будете терять крипов, и, возможно, умрёте лишний пару раз. Потом берётся ботинок, будь то фейз или ПТ, а затем момент, на котором многие неопытные ребята совершают ошибку. Зайдя на низкий рейтинг, часто вижу, как игроки пытаются сразу купить что-то мать большое, например, бабочку или кирасу или что угодно. Ну как бы чего мелочиться-то, чуть поднакопим, а потом сразу получим кучу классных статов. Это ошибка, потому что вы проигрываете в темпе. Пока у вас будет иглсонг на бабочку, враг купит барабаны, яшу и будет иметь в разы больше, чем вы. С такими предметами он идёт и убивает вас, сносит вам вышки, и до бабочки вы просто не доживаете. А если и доживаете, то врага уже будет на 2-3 тысячи больше. Тем более, что вы могли сами взять ранние айтемы и сами пойти давить. Поэтому, конечно же, любой опытный игрок старается делать хоть какие-то ранние предметы. Раньше это была имбалансная аквила, потом этим айтемом стали барабаны. У кого-то это драгон лэнс, в принципе, не важно. В любом случае, после этих совсем ранних статов, большинство коров берёт один, более-менее недорогой ДПС предмет. В случае с Джаггером, Найксом, Эмбером, Войдом, Снайпером, Сикером и многими другими героями, это молния. У Троля, Рики, Сларка это диффузал, у кого-то дезолятор. Все эти предметы более-менее одного ценового диапазона, плюс-минус 3 тысячи золота. И, как видим, большинство коров всё-таки предпочитают именно молнии. Они и подешевле, и имеют большой функционал. Молнии дают 24 урона и проки, которые и фарм облегчают, и в убийствах помогают. Универсальный вариант. И если посмотреть на тот же самый старый Кристалис, он хоть и стоил дешевле, но давал всего 30 урона и зависел от вашего урона, в отличие от молнии, которые всегда прокали по 160, а то и 170 дэмэджа, при этом в АУЕ. Очевидно, Кристалис никто не замечал на фоне этих бешеных молний. Так было раньше. Прошло время, и молнии стали слабее, причём значительно. Прокают они уже не по 170 урона, а по 140. Ещё они больше от БКБ не отскакивают, и рейнж у них меньше. А вот Кристалис стал давать на 50% больше урона. Было 30, стало 45. Просто представьте, насколько это большая разница. Например, если бы Дейдаллз начал давать не 80 урона, а 120, его бы стали покупать в каждой игре? Думаю, да, стали бы. И после таких изменений на Кристалис, очевидно, нужно обращать внимание. Он стоит дешевле молнии на 600 голды, и собирается легче. В случае с молниями, вам нужны два предмета, которые стоят дороже 1000 золота каждый. Кристалли же требуют только одну вещь за 1200, и остальное всё по 500. Теперь перейдём к самому важному, к тестам. Возьмём для начала просто пустую модельку без скиллов, скажем, снайпера 12 уровня. Урона у него без ботинка и ворсбендов супермало. Молнии, по идее, должны давать больше ДПСа, ведь они не зависят от урона, а криты зависят. Более того, у цели будет 6 армора, которые, по идее, должны резать урон с критов, а с молнией нет. Будем бить 10 секунд. Начнём. И с молнией и с критов было ровно по 3 прока. В итоге молнии дали 101 ДПСа, а кристаллис 100. Фактически они равны. При этом вспомним все предыдущие факторы. Броня у цели и нет урона у героя. По вышкам, кстати, сами понимаете, молнии не прокают, а зелёного урона кристаллис даёт больше, так что при пушу им полезнее. Окей, теперь проведём такой же тест, только увеличим урон героя. Возьмём Войда с Момом двумя врестбендами и ПТ. Будем бить только рукой и нажимать Мом. У цели также 6 брони. Снова ДПС вышел равный. 340, 350, там и там. Возьмём Джаггера с такими же предметами. 380 у кристаллиса и 360 у молний. Окей, попробуем совсем другой тест. Возьмём Ланайл. Дадим ей сначала дизолятор, а потом кристаллис. Будем бить не 10 секунд, а только 6 ударов. И будем смотреть не ДПС, а именно нанесённый урон. Удары будут под рефракшном после мелда. Темпларка это всё-таки не Войд, и стреть и бить рукой она не будет, поэтому нам важны только 6 ударов. В условиях такого бурста дизолятор явно должен быть стабильнее. Тем более, что он сильно дороже, больше чем он 1000 золота. Смотрим. Вышло 2300 урона с дизолятора и 200 с кристаллиса. Разница всего 200 урона. В других тестах они у меня оба давали по 2200, так что можно сказать, что это несущественно. Тестить можно и дальше, но думаю вы уже поняли к чему я веду. Кристаллис не стал имбой, которая лучше всех аналогов, и её нужно покупать в каждой игре. Нет, кристаллис стал равным по силе со своими аналогами. Например, вы можете заплатить 200 золота на джаггере и давать 380 дпс в свою цель. Но! Вы можете заплатить 2700 золота и давать те же самые 380 дпс в цель. Куда делись лишние 600 голды? А делись они в фарм потенциал. Молнии как-никак бьют по области, а кристаллис нет. Поэтому со своей наценкой молнии должны иметь что-то особенное. Посмотрим, насколько сильно молнии лучше, чем кристаллис при фарме. Возьмем нейтральную модельку без скиллов, ну скажем, антимага без моноберна. И попробуем зафармить все обычные спауны в лесу, сначала с молниями, после двух фрисбендов в ПТ, а потом с кристаллисом. Спауны я подберу примерно равные, чтобы не было такого, что в одном случае резались големы и тролли, а в другом случае сатиры урсы. Ну и да, не нужно брать кристаллис или молнии на антимаге, это просто для теста. Итак, смотрим. С молниями вышло 42 секунды на все спауны, а с кристаллисом 52 секунды. На последнем спауне я не стал убивать скелетов, чтобы была более-менее равная ситуация. Разница в 10 секунд не критична, но ощутима. Не забываем еще и о линии. Вот вам на сравнение, как быстро молнии убивают крипов с лайна против кристаллисы. Молнии за 6 секунд, а кристаллис за 10. Разница тоже ощутимая, ведь с кристаллисом вам нужно будет находиться на лайне дольше не 4-5 секунд, а это рискованно. Что все это означает? А то, что молнии имеют уникальную особенность, и кристаллис тоже имеет. В соло-таргет фактически кристаллис дает больше дпс за 1 единицу золота, а молнии дают меньше в соло-таргет, зато больше на фарм и воуе. А значит, в ситуациях, когда вам нужен урон по героям здесь и сейчас, и когда нет времени напобить крипов и поднакопить лишний 600 золота, кристаллис будет лучше. А если и место есть, и время есть, и постоянных драк нет, и крипов вы бьете много, то лучше будет поднакопить 600 золота и взять молнии, чтобы потом быстрее собрать другие предметы. В соло-таргет вы урон все равно не потеряете, ведь молнии бьют так же, как кристаллис. И это, я считаю, балансно, ведь раньше у вас в любом случае выбрал был только один, Майл Штром. А сейчас есть вариативность, и вы можете выбрать оптимальный вариант, ведь кристаллис теперь по-своему уникален. Также не стоит забывать и о других особенностях наших предметов, а именно, молнии лучше работают против брони, месов и иллюзий, а кристаллис лучше при пуше, лучше против героев с низкой броней и отлично смотрится, если пик врага боится Сайленса. Тогда вы просто обойти Блот Торн третьим и четвертым слотом, и кристаллис становится суперполезным. Так что если вам трудно определить, что вы хотите больше, можете решить именно по этим параметрам. Теперь перейдем к более практичным советам. На кого сейчас можно брать кристаллис? На самом деле, далеко не на всех коров. Я не зря сравнивал кристаллис именно с молниями, ведь если ваш герой, например, берет диффузал или Сашу Яшу, то кристаллис их не заменит. Он не дает статов и других уникальных эффектов. К примеру, троллю бы зашел кристаллис, но диффузал он тролля намного сильнее из-за медления, да и за моноберна тоже. Кристаллис не заменит этого. А если уж тролль захочет пофармить без диффузала, он может купить или молнии, или дашбф. То же самое с Террилблейдом, Лансером, Нагой, Рикки, Траксой, Хаус Найтом, Сларком, Спектрой и многими другими корами, которые зачастую берут статы, а не молнии. Им можно брать кристаллис, но уже слотом третьим, четвертым, когда вы уже взяли нужные предметы, вам просто хочется урона, а МКБ делать не нужно. Но это уже другая история. Ранними слотами кристаллис можно увидеть у тех, кто любил раньше брать именно Майл Штром. Яркий пример Джиггернаут. Ему сейчас поголовно все собирают кристаллис с Момом вместо старых барабанов и молний. Барабаны стали бесполезны после того, как они перестали давать Мэнериген, а именно он нужен был Джаггеру. Более того, у Джаггера всегда было мало урона. Он брал молнии, Абисал, Манду, это все айтемы без дэмэджа, а ведь у него как никак криты, которые зависят от урона. В итоге многие пришли к кристаллису. Он и урон для критов дает, и заменяет молнии. И замену барабаном это все подкрепляется Момом. Кристаллис в будущем Джаггер аплит именно в Бладторн, ведь дэйдалус Джаггеру не очень-то сильный нужен. Можно оставить его просто в виде кристаллиса до 5-6 салта и собирать более важные предметы. Ну а если игра пассивная, то молнии все еще никто не отменял, с ними фармить будет легче. Ну или например вы играете против Террорблейда, у которого иллюзии и армора куча, а там явно криты не помогут. Лучше тоже брать Мэл Штром. То же самое можно сказать и про Войда. Он может полностью повторить сборку Джаггернаута, играть с Кристаллисом и Момом. Если нужно подраться и срочно убить какого-то кора за хроносферу, тогда Кристаллис будет понадежнее. Молнии же все еще имеют место быть, но в более пассивных играх. Точно то же самое у Снайпера. Ему только Пико нужна будет иногда, но например вы играете против Хускара. Не купите быстро Пику, он будет вас свертеть на своем копье каждый раз, когда вас видит. Ну или к примеру против Сларка то же самое. В общем если эффект Фростафа вам нужен, то сначала лучше купить Пику, а потом уже криты или Молнии. В целом можно пробовать Кристаллис и на Медузе. Ей очень нужен ранний урон и например после Яши можно смело брать Кристаллис. Тем более что Ида и Далусь ей рано или поздно нужен будет. Из каноничных коров Редкликеров можно выделить Магнуса, Мидера, Свена, Драгонайта, ну или скажем Вивера. Это все герои, которым можно делать Кристаллис первым-вторым слотом до 20 минуты. Также Темпларка, которая может копить не Дезолятор, а после Блинк, а сначала Блинк, а потом Кристаллис. Этот билд намного активнее, ведь уже с Блинком она может драться, а не копить 3500, а потом еще 2000. Так что в очень сложных играх, когда не дают фармить, и на этом героя можно брать Кристаллис вместо Дезолятора. Как мы поняли, он даст не намного меньше. Из тех, кому казалось бы тоже можно делать Кристаллис, но лучше не стоит, есть МК, Найкс и Верка. Эти герои слишком ценят броки Молнии, и отказываться от них они не могут, тем более, что у того же самого Найкса или Верки слишком мало урона. Им в целом можно брать Кристаллис, но уже с лотом 3-4, минутик 20, когда важные Молнии и БКБ уже будут готовы. То же самое можно сказать про множество других героев. Они не подходят для раннего Кристаллиса, но могут купить его чуть позже. Например, СФ рад бы купить его сразу после БКБ и условные Сашияши. Террор Блейд, Рики, Мирана, Тролль, Аркварден, Тракса и многие другие Коры теперь могут воспринимать Кристаллис как нормальный предмет, просто не ранним слотом. Все же им статы или другие предметы важнее. Ну и да, не могу напоследок не отпетить Войт Спирита и Эмбер Спирита. Именно с них и началась мода на Кристаллис. Это не обычные керри, которые бьют рукой. Они делают в драке буквально пару ударов, и из-за этого им сильно нужен урон. Дезолятор выходит слишком дорого. Молнии Войт Спириту не купишь, так как они не будут пробовать с ультимейта, и остается только новый Кристаллис. Он отлично смотрится и тому, и другому сразу, минутик 13. Эмберу разве что брать Милл Штром все еще нужно, просто после Кристаллиса. В общем, давайте подводить итоги. Кристаллис сейчас это отдельный уникальный слот, а не просто штука, которую вы покупаете перед Дейдалусом в Суперлейте. Он дает такой же ДПС, как и Молнии, просто уступает им фарме, зато он дешевле. Поэтому, если вам срочно нужен айтем для драк, чтобы не проиграть игру прям сейчас, то Кристаллис это, наверное, ваш выбор. Не стоит забывать его так же, как и не стоит брать его в каждой игре. Просто помните о нем. Теперь это самостоятельный и уникальный предмет. Если видео было для вас полезным или хотя бы интересным, то оцените его лайком, а канал подпиской. Для меня это важно. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи.